Большое спасибо. Фотодинамическая диагностика, либо другое название флюоресцентная диагностика, это метод, который может быть использован для заболеваний вульвы, будь то предраковые заболевания, либо, к сожалению, уже развитие онкологического процесса. Проблема раннего выявления злокачественных новообразований на доклинических бессимптомных стадиях является наиболее острой и актуальной проблемой амбулаторной онкологии. Очевидно, что от того, на какой более ранней стадии мы обнаружим данное заболевание, от этого зависит и прогноз заболевания, и пятилетняя выживаемость. Что касается непосредственно рака вульвы, то это всё-таки злокачественное новообразование наружных половых органов, которое является довольно редкой патологией, встречается порядка 2-6 случаев на 100 тысяч женщин. Но, тем не менее, несмотря на свою редкость, это крайне тяжело поддающееся лечению заболевания. Порядка 80% диагностируются у женщин и самих по себе более старшей возрастной группы, то есть это женщины, наступившие чаще всего в период менопаузы после 55 лет, и порядка 20-30% у женщин старше 75-80 лет. Если мы говорим о самой старшей группе женщин, которые столкнутся с данной проблемой, то здесь возникают уже трудности с лечением, потому что за всю жизнь женщины накапливают большое количество хронических заболеваний, сердечные, ишемические болезни, сердце нарушение ритма и так далее, что затрудняет возможности хирургического лечения, а также анестезиологического пособия. Поэтому именно ранняя диагностика даёт этим женщинам шанс на дальнейшую жизнь. Есть особенность данного заболевания. Именно потому что женщины старшей возрастной группы реже обращаются к гинекологу. Эта проблема знакома любому гинекологу, который ведёт амбулаторный приём, потому что что менструация закончила, значит всё. Вроде бы и ходить больше к гинекологу не нужно. У нас женщины думают, что основная проблема – это что-то там с месячными, какие-то нарушения. Ну, из жизни, из жизни. И другая проблема – это недостаточно уделённое внимание наружным половым органам со стороны гинекологов. То есть очень часто предраковые заболевания воли маскируются какими-то дерматитами, либо это кандидозные воли вагениты. И приходят, обращаются женщины с жалобами на зуд в области наружных половых органов, назначаются противогрибковые мази, свечи, кремы. Дальше пациентка уходит домой, используя данные средства, они неэффективны, она машет рукой и так продолжается годами. Поэтому, с одной стороны, очень часто пропускаются именно на этапе диагностики данные заболевания. С другой стороны, к сожалению, часть женщин склонны не обращаться к гинекологам до последней минуты буквально. И поэтому более 50% рака вульва диагностируется на второй и третьих стадиях. Это распространённые формы, которые крайне неблагоприятны в плане прогноза. Вот, например, клинический пример – это пациентка, прооперированная в нашей больнице. Пациентка не обращалась длительное время на осмотр гинеколога, беспокоила зуд, усиливающий в ночное время, боли и так далее. Ну, типичные симптомы дисплазии вульвы. Обратилась она уже на второй стадии. И пациентке была выполнена радикальная вульвоктомия с пластикой местными тканями. Конкретно у этой пациентки всё благополучно. То есть вот сложились звёзды, она нашла своего хирурга. Видимо, желание жить и какие-то там космические внешние факторы. Ну, конкретно у данной пациентки всё благополучно. Но это скорее исключение, нежели чем правило, потому что это тяжёлые, инвалидизирующие операции, с одной стороны. С другой стороны, рак вульвы всё-таки это метастазирующее заболевание, которое нередко приводит к рецидиву. К фоновым и предраковым заболеваниям вульвы относятся крауроз вульвы и различные степени дисплазии вульвы. Уже доказано, как и в случае с раком шейки матки, основной инициирующий агент – это вирус папиллома человека, высокого канцерогенного риска. Если мы говорим о краурозе вульвы, раньше это считалось всё-таки заболеванием обмена веществ, то есть характеризирующимся аутоиммунными изменениями на слизистой и на коже. На фоне различных заболеваний, в том числе сахарный диабет, на фоне гипоэстрогении в менопаузе сейчас новые данные, которые говорят, что всё-таки и в плане крауроза вульвы в ПЧ высокого канцерогенного риска является основным фактором. Вот здесь представлены именно склерозирующий лихин, представлены участки вагинальной атрофии и атрофии вульвы. Среднее фото – это дисплазия лёгкой степени, тоже наша пациентка. Изменения были выявлены только после уксусной пробы. Пациентка прошла несколько этапов лечения, и вот уже пациентка с тяжёлой дисплазией вульвы, которая уже требует столько хирургическое лечение. У женщин с дисплазией вульвы и различными видами склеротического лихина кольпоскопии является непременным методом диагностики, но диагноз в любом случае должен быть установлен на основании биопсии. И именно вульвы и кольпоскопии в данном случае являются совсем неспецифичными и нечувствительными методами. Иногда требуется множественная биопсия для того, чтобы установить диагноз и исключить инвазию. Цитология является методом скрининга, но не заменяет биопсию. И хотелось бы сказать, что любые образования эпителия вульвы в постменопаузе требуют биопсии. Это могут быть язвенные какие-то дефекты, это могут быть полипы, кандиломы и так далее, потому что высокий риск именно развития рака вульвы. Где взять биопсию? Очень часто мы видим, что у пациенток с жалобами на зуд, парастезии, какие-то изменения чувствительности в области наружных половых органов, мы не видим визуальных изменений. Ещё раз напомню, что вульвоскопии в данном случае использование уксусной пробы не является специфичным методом, потому что есть некоторая вспомогательная функция при поражениях слизистой, но совсем неэффективна на поражении кожи. Поэтому фотодинамическая диагностика либо флюоресцентная диагностика является как раз-таки явным помощником для диагностики данных заболеваний. Метод основан на том, что поражённые клетки, атипично изменённые клетки накапливают фотосенсибилизатор, который способен поглощать цвет определённой длины волны и флюоресцировать уже с накопленным фотосенсибилизатором. В данном случае, если мы говорим о предраковых заболеваниях вульвы, то можно использовать радохлорин в виде геля, который наносится аппликационно на вульву, на большие и малые половые губы и на слизистой экспозиции 40 минут под влагонепроницаемой повязкой. Далее полностью убирается гель и специальным кольпоскопом, который оснащён световодом с полупроводниковым диодным лазером с длиной волны 405 нанометров. Производится воздействие на зону исследования, и мы видим вот этот кольпоскоп, то есть полупроводниковый лазер, изображение выносится на монитор, и уже непосредственно мы видим изменённые клетки под воздействием лазерного излучения, то есть клетки, которые поражены опухолевыми ДНК, они начинают светиться ярко вот таким красным цветом. Что позволяет данный метод диагностики, какие он нам даёт возможности? То есть возможности для радикального хирургического лечения, если это небольшие по площади образования, мы сразу можем маркировать край поражения для того, чтобы произвести биопсию, либо радикальное лечение. Если это множественные очаги, то тогда мы как раз-таки пациентку можем направить на фотодинамическую терапию. Если мы говорим о разнице в лечении между фотодинамической терапией и хирургическим лечением в отношении вульвы, то здесь преимущественно всё-таки у фотодинамической терапии, потому что очень зачастую предраковые заболевания вульвы имеют большую площадь и затрудняют именно хирургическое сечение тканей, которое может приводить к деформации, либо к нарушению анатомической структуры органов. Поэтому здесь фотодинамическая терапия непосредственно нашла свою область применения. То есть первым этапом мы проводим фотодинамическую диагностику, определяем зону поражения, далее мы проводим фотодинамическую терапию. Вот как раз-таки тоже наш клинический случай. Фотодинамическая диагностика, достаточно обширная область поражения, пациентке рекомендована дальнейшая фотодинамическая терапия. И фотодинамическую диагностику мы можем использовать как до лечения, так и после уже как контроль. Также ещё фотодинамическая терапия может использоваться интрооперационно для определения границ удаляемой опухоли. Преимущественным данного вида диагностики является то, что по сути нет аналогов. Не все изменения вульвовизуально видны. Кольпоскопия, вульвоскопия не всегда позволяет идентифицировать изменения, поэтому флуоресцентная диагностика является в некоторой степени уникальной. Точность определения границ, выявление заболеваний на субклинических невидимом глазу поражений, возможность применения на ранних стадиях, отсутствие выраженных побочных эффектов. По сути нет никаких этих побочных эффектов. Рецедура проводится амбулаторно, без обезболивания. Она не вызывает никаких негативных эмоций у пациентки. Спасибо за внимание. Флуоресцентную диагностику — всё. Должение следует... Продолжение следует...